Субтитры сделал DimaTorzok Таковым для меня, по крайней мере Но мы продолжаем играть И посмотрим, может быть, сейчас что-то нам и И доведется увидеть что-то страшное Что-то, что мы сможем забыть В течение очень долгих-долгих лет Мы будем плакать в подушку Мы будем вынуждены лечиться Посмотрим, посмотрим Прошу прощения за свой ужасный почерк Что? И в мыслях не было? Черт подери, мы, кажется, плохо сохранились Что-ли в прошлый раз, я не понимаю, почему Я снова здесь Сейчас мы через склеечку Окажемся в том месте, где мы остановились А вот и мы и здесь Подходит к концу еще один учебный день И вот уже наступило время для очередной встречи клуба За последние пару дней Я попривык и стал чувствовать себя комфортнее При входе в класс Меня встретила привычная сцена Привет, Пусюшечка Привет, Сайори У кого-то сегодня хорошее настроение? Эхе-хе Я вот думаю, сейчас, когда что-то ужасное произойдет в этой игре И меня будет называть там Говорить Пусюшечка, помоги мне Я думаю, что я сам себе разрушил атмосферу всего хоррора Своим именем дурацким Но, блин, не я виноват в этом Так меня назвали мои родители Вините во всем их Мы не выбираем свои имена Эхе-хе Наверное, дело в том, что я еще не привыкл видеть тебя в клубе Понятно Надо же, как мало нужно для твоего хорошего настроения Простите, что-то мне не задалось чтение самого черта Но, видимо, радость простым вещам твоя уникальная черта Кстати, о простых вещах Я, кажется, проголодалась Опа Каждый раз, когда начинается выпуск по этой игре Они намекают на еду И каждый раз я хочу есть Придется начать Есть! Вот так ты игра Я подготовился Давай вместе сходим Купим что-нибудь перекусить Банан, например Воздержусь Эх Это совсем на тебя не похоже Но у меня свои причины Почему бы нам сперва не заглянуть В твой кошелек, Сайери? Эх С чего бы так внезапно? Да просто так Вдруг захотелось на него поглядеть Ах, ясно Сайери нервничая достала кошелек Потеребила за щелки и открыла его Затем она перевернула его вверх тормашками И вытолкнула содержимое на парту На свет появилась только пара монет Ха-ха Так и знал Я вижу тебя насквозь, Сайери Так не чешно Как ты догадался? Элементарно, Ватсон Будь у тебя достаточно денег Ты бы принесла закуску с собой в класс Получается, либо ты не голодна И это было поводом, чтобы прогуляться Либо ты планировала в последний момент Вспомнить, что все потратила И стрясти деньги с меня Коварная женщина Как можно так поступать? Я не против заплатить Ну как можно так выступать? Тлин, подло Но одно я про тебя точно знаю Ты всегда голодна Следовательно, остается единственный вариант Я сдаюсь Не заставляй меня чувствовать себя виноватой Если чувствуешь вину, значит ты это заслужила Юрия неожиданно захихикала А? Я не заметил, что она нас подслушивает Она как всегда уткнулась носом в книгу Ах Я не подслушивала Я просто прочла в книге что-то кое-что забавное Юрии Скажи ему, пусть Пусюшечка одолжит мне денег Я... Не впутывай меня в это, Сайори К тому же Тебе следует покупать лишь то, что может тебе позволить твоя ответственность Откровенно говоря, после такой азарной проделки Твои страдания вполне заслужены То есть нас таки слушала, да? А? Что это я... Я совсем не хотела сказать Я слишком увлеклась книгой Эмм... Ахаха Я так люблю, когда ты говоришь, что у тебя на уме, Юри Такое случается не часто, но это твоя интересная черта Это... Мне сложно поверить, что ты говоришь всерьез Однако ты права Я поступила не очень красиво И мне придется принять оплату Расплату Точку И все же не ожидала услышать это от себя, Сайори От тебя, Сайори Видимо, в каждой... сидит маленький чертенок. Не правда ли? Не позволяй ей упустить тебе пыль в глаза. Сайори прекрасно сознает, что делает. Не забывай, она сказала вам, что приведет нового члена клуба, не удосужившись просить моего мнения. Но? Ты бы не пришел, если бы не кексики. Так что мне даже пришлось уговаривать нацуки их приготовить. Вот только не надо из меня делать гадкого меркантильного типа. Шлеп. Откуда ни возьмись, что-то со шлепком влетело в лицо Сайори и упало на парту. Ай, что это? Печенька? И действительно, это было завернуто в полиэтилен огромное печенье. Сайори огляделась вокруг. Неужели это чудо? Это потому, что я заплатила возмещение. Воздаяние. Надо же, это почти сработало. Ха-ха-ха. Я как раз собиралась отдать его тебе. Но затем услышала твою болтовню про кексы. Но в итоге твоя реакция была просто бесценна. Ха-ха. Нацуки! Как мило с твоей стороны. Я так счастлива. Сайори прижала печенье к груди. Блин, просто съешь его. Сайори быстро разорвала пакет и откусила большой кусок. Так вкусно! Сайори вдруг резко прикрыла рот руками. Я прикусил язык. Хе-хе. Через какие тернии ты готова пройти ради одной печеньки? Нацуки откусила от своего печенья. Ах, твое же тоже выглядит аппетитно, Нацуки. Можно попробовать? Блин! На чужой каравай рот не разевай. Но у тебя с шоколадом! Конечно, почему, по-твоему, я дала тебе другое печенье? Ладно. И все равно я очень благодарна, что ты со мной поделилась. Сайори встала со стула, подошла сзади к Нацуки и обняла ее. Ах, боже! Я поняла, поняла. Все еще, держа печенье в руке, она попыталась отпихнуть от себя Сайори. А? Сайори неожиданно потянулась вперед и откусила печенье Нацуки. Эй! Ты серьезно это сделала? Ихи-хи! С полным ртом Сайори немедленно отпустила, отступила на безопасное расстояние. Мы с Юри тоже захохотали. Обалдеть! Ты иногда такой ребенок! Моника, хоть ты образуем Сайори! Э? Нацуки оглядела комнату, Моники не было. О! А куда делась Моника? Хороший вопрос. Она кого-нибудь предупреждала, что сегодня задержится? Мне она не говорила. Мне тем более. Как странно. Надеюсь, у нее все хорошо. Разумеется, она в порядке. Наверное, ее сегодня задержали дела. В конце концов, она довольно популярна. Э? Так ты думаешь, у нее... У нее есть... А-ха! Я бы не удивилась. Уверена, в ней больше привлекательности, чем во всех нас вместе взятых. Эхе-хе, твоя правда. Прошу прощения. Внезапно дверь схлоп. С хлопком распахнулась. Простите, я ужасно виновата. А вот и ты. Я не хотела опаздывать. Надеюсь, вы, ребята, за меня не волновались. Э? Все-таки, между встречей клуба и встречей с парнем Моника выбрала первое. Какая сила воли? Парнем? А чем ты говоришь? Моника вопротительно на меня посмотрела. А, не обращай внимания. Так что тебя задержало? А? Просто на последнем уроке у нас было самостоятельное обучение. И, если честно, я там потеряла счет времени. А-ха! Ерунда какая-то. Ты бы, по крайней мере, услышала звонок. Я, наверное, не услышала из-за того, что практиковалась в игре на пианино. Пианино? Я не знал, что ты еще и музыкой занимаешься. Ах, да нет, вообще-то. Я совсем недавно начала. Я всегда хотела научиться играть на пианино. Как классно! Моника, ты просто обязана сыграть для нас. Я? Моника взглянула на меня. Может быть, когда я стану лучше играть? Ура! Было бы здорово. Жду с нетерпением. Правда? В таком случае, я тебя не разочарую, пусюшечка. На лице Моники появилась нежная улыбка. Ах. Что-то не так, да? Явно что-то скрывает она. Мы это все понимаем. Что-то произошло очень плохое. Возможно. Возможно, кого-то убило. Узнаем дальше. Только ты не подумай, что я давлю на тебя или что-то такое. Не волнуйся. В последнее время я много практиковалась. И я буду рад, если представится шанс показать себя. Ясно. Раз так, то желаю удачи. Спасибо. Так, я ведь ничего не пропустила? Да нет, вроде. Я решил не упоминать озорные выходки Сайори. В любом случае, Нацуки наверняка на нее пожалуется. Похоже, все расселись. Сайори как-то умудрилась уже прикончить свое огромное печенье. Юри снова уткнулась в книгу, а Нацуки исчезла в кладовке. Слушай, Юри. Да? Я вдруг заметил, что Юрий читает не ту книгу, что мы читали вместе. И извини, не хотел тебя отрывать. Ах, ничего. Я как бы ждала тебя. А, ну тогда почему бы нам не начать? Да, давай. На самом деле у меня есть просьба. Не возражаешь, если я сперва заварю чай? Ни капельки. Ни капельки не пролей мимо! Если ты пролеешь чай, я... Ладно. Никакого насилия. Большое спасибо. Если что, и может сделать чтение приятней, так это чашка вкусного чая. Да еще и заваренного собственноручно. Юри встала и подошла к кладовке. Я прошел следом и увидел, как она достала с полки небольшой кувшин с фильтром внутри. Можешь подержать? Конечно. Юри передала к кувшине и достала электрический чайник. Я подключу его в розетку у стола учителя, а потом мы сходим за водой. Она прошла мимо меня и поставила чайник на учительский стол. Я просто наблюдал за ее действиями. К моему удивлению, то, как она двигалась и резко контрастировалась с манерой говорить. Главным образом из-за своих длинных ног Юри производила впечатление элегантной и скрупулезной особо. Так, можешь подать мне кувшин? Спасибо, я скоро вернусь. Я могу пойти с тобой? Действительно, почему нет? Тогда пойдем. Ага. А куда это вы вдвоем? Эээ, мы просто... Юри собиралась заварить чай и я вдруг понял, насколько странно звучит такое объяснение для Моники. Мы только набрать воды. А, хорошо. Простите мое излишнее любопытство. Но разве один человек с этим не справится? Это... Моника, пожалуйста, занимайся своими делами. Или ты хочешь сказать, что это неправильно, что Пусюшечка тоже будет вовлечен в деятельность клуба? Ээ... Я разинул рот. Я... Я полагаю, в этом нет ничего плохого. Хм. Тогда идем, Пусюшечка! Ээ... Юрий стремительно вышел из комнаты и я последовал за ней. Какая властная женщина внезапно проснулась в ней. Оказавшись в коридоре, она вдруг прислонилась лбом к стене. Я говорила, не подумав. Как я могла сказать нечто подобное? Юрий. Просто нечто в том, как она это сказала. Меня это прямо-таки взбесило. Что со мной такое? Нет, Юрий. Я думаю, ты поступила правильно. Я такого не ожидал, но... Моника тоже не в праве вот так указывать людям, что делать. Пусюшечка, почему даже когда я делаю что-то плохое, ты добр ко мне? Потому что ничто из того, что ты сделала и близко не так плохо, как тебе кажется. Никто не идеален. У нас есть эмоции, и мы не всегда можем их спрятать. Но у себя в голове ты вечно все раздуваешь. Твой разум превращает легкий дождик в ураган. Ах, нет, разве ты не презираешь меня за столь ужасный поступок? Почему я должен тебя презирать? Нельзя презирать человека за то, что у него есть чувства. Какой друг так поступит? Эй, эй, не надо! Погоди, не надо себя во френд-зону загонять сам. Не делай этого. Не будь ее другом. Не надо. Поверь мне. Я слишком часто дружил. Не дружи. Все, перестань. Ты сказал друг? Вот видишь, я тебе сказал не делай этого. Зря только стихи писал два раза. Юрий поднял голову. Пусюшечка, я очень рада, что ты мой друг. Все, 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 ты обосрал. Все, вообще, всю игру. Что делать теперь? Ага, спасибо, Юрий. Я тоже рад, что дружу с тобой. Все, ты только усугубляешь, парень. Говоря это, я чувствовал себя ужасно неловко. Но я готов на все, чтобы поднять Юрий настроение. Несмотря ни на что. А, да. Пойдем? Ага. Мы с Юрием дошли до ближайшего питьевого фонтанчика. Наполнив кувшин, мы сразу вернулись в класс. Пусюшечка, ты любишь чай улун? Ну да, я, кстати, никогда не пробовал чай улун. Вообще, любой пойдет. Отлично. Юрия выставила на чайнике температуру 93 градуса. Теперь черед заварочного чайника. Ты правда соблюдаешь все правила? Разумеется. Я не должна ничего упускать, когда хочу угостить кого-то чаем. Несмотря на то, что я не жду от этого чая ничего особенного. Хе-хе. Если так, то ты будешь впечатлен еще сильнее. Ага. Вероятно, так и будет. Юрия достала заварочный чайник и начала отмерять чайные листья. К моему удивлению, она даже начала напивать что-то себе под нос. Похоже, ты сейчас в прекрасном настроении. Вот как. Я не сильно старалась это скрыть. А ты заметил. Я тут поразмыслила и решила попробовать более явно выражать свои чувства. Оказывается, это вовсе не сложно. Во всяком случае, когда рядом ты. Это замечательно, Юрия. Только не надо слишком сильно себя заставлять. Ты всегда переживаешь за меня, Пусюшечек. Это очень мило. Ну, Юрия не шутила. Не знаю, смогу ли с этим справиться. Я смотрел, как Юрия разливает чай по чашкам. Пусюшечка, у меня еще одна просьба. Ты не возражаешь, если сегодня мы посидим на полу? А, зачем это? Моей спине так легче. Я предпочитаю читать, привалившись спиной к стенке, а не склонившись над партой. О, извини, я не знал. Не волнуйся, просто у меня регулярно болит спина, и я делаю все возможное, чтобы справиться с этим. Вот как. Бесит, да? Вот у всех наверняка, у всех из вас, у большинства из вас, есть какие-то боли внутри тела, которые, знаете, постоянно испытываешь изо дня в день, и у меня тоже есть такое, и... Блин, вот ты живешь, и постоянно какой-то геморрой чувствуешь внутри. Не значит, что у меня геморрой. Нет, не подумайте, не значит, что у меня геморрой, я про другой говорю. Сейчас подумайте, что у меня геморрой. Черт, я себя зарыл, кажется. Теперь вы думаете, что у меня геморрой. Хорошо, пусть будет геморрой, как хотите. Короче, я просто хотел сказать, что, как-то это даже печально, что ты живешь одной единственной своей жизнью, и в итоге просто смиряешься с тем, что у тебя что-то болит. Пусть это не так сильно болит, но болит. Ты не можешь чувствовать себя на сто процентов круто. Почему-то обязательно должен быть какой-то геморрой. Вот как. Интересно, в чем причина? Скорее всего, это из-за моей... Ох, моей... Твоей осанки, да? Постоянно стульешь во время чтения? Да. У меня ужасная поза для чтения, поэтому нам надо сесть на пол. Справедливо. Схожу за книгой. Я достал из портфеля книгу. О, у меня тут есть немного шоколада. Маленький кулек шоколадных конфет, который я уберег от радара сладости Сайори. Я взял их, потому что они отлично заходят с чаем. Мы с Юрия сели у стены и поставили чашки по бокам от нас. Будто синхронизировавшись, мы приняли ту же позу для чтения, что и в прошлый раз. Каждый держал свою половину книги. Но на этот раз наши тела были еще ближе друг к другу. Мне плохо видно. Юрия придвигалась все ближе, пока наши плечи не соприкоснулись. Ну и как мне сосредоточиться на чтении? Юрия всегда довольно милая, но когда она становится менее настороженной, это почти переходит пределы того, что я могу вынести. Твой чай. Юрия подала мне мою чашку. Взяв ее свободной от книги рукой, я оказался в положении, сосредоточиться в котором было еще труднее. Из-за того, что теперь мне надо было следить, как бы ненароком не коснуться ее груди. Юрия же ничего не замечала. Она сосредоточенно уткнулась в книгу, и могу предположить, окружающий мир для нее просто перестал существовать. И я призвал всю свою силу воли, чтобы самому сфокусироваться на чтении. Спустя несколько минут мне наконец удалось немного расслабиться. Я поставил чашку между ног и зашуршал кульком с конфетами. Ох, прости. Чтобы открыть его, я ненадолго выпустил книгу. Можешь брать сколько угодно. Ах, это... Спасибо, но я не буду. А? Ты уверена? Если я возьму, то могу испачкать страницы. Ох, ты права. Я об этом даже не подумал. Извини. Не нужно извиняться. Я подержу книгу, ладно? Уверена? Конечно. О, как мы близко! Юрия обеими руками раскрыла книгу. Она держала ее так, чтобы у меня не возникало ни малейшей трудностей с чтением. Но в результате ее левая рука практически легла на мою ногу. Ну, тогда... Юрия уже снова сосредоточилась на чтении. Я взял конфету и отправил ее в рот. Затем взял еще одну и поднес ее к лицу Юрии. Она даже не отвела взгляды от книги. Просто раскрыла губы, будто это была совершенно естественная ситуация. Но это значит, что я не могу сейчас остановиться. Я с опаской положил конфету ей в рот. После этого губы Юрии снова сомкнулись. А? Она вдруг переменилась в лице. Я... Я сейчас... Юрия посмотрела на меня так, будто ей нужно было подтверждение того, что сейчас произошло. Пусюшечка. Прости. Наверное, мне не стоило этого делать. А, это... Ты ведь просто помогал. Для друзей это в порядке вещей. Верно? Эм... Не совсем в таком контексте, но... Да. В этом нет ничего такого. Верно. Тогда... Мне нужно останавливаться. Понятно. Надо еще конфет засунуть ей в рот. Ситуация стала крайне напряженной. Юрия попыталась вернуться к книге. Но по ее лицу было ясно видно, что теперь даже она не может сосредоточиться. Сердце бешено стучало. Я нервно сжал пальцами очередную конфету. Но на этот раз мы с Юрием встретились взглядами. О май гад, я нервничаю, как будто я там сижу. Как это все чувственно. Как это все интимно. Как вообще до такого дошло. Юрия не отвела взгляд. Я заметил, как вздымается и опадает в ритм дыхания ее грудь. Это все очень чувственно. Я поднял руку. Как и в прошлый раз, Юрия разомкнула губы. Но на этот раз по-другому. Я вложил конфету ей в рот. Ощутил на пальцах ее дыхание. А! Блин, Моника! Господи! Это сам настоящий хоррор. Итак, друзья. Ва! Ах! Юрия отпрянула. Пришло время поделиться стихами. Она все запорола. Всю, всю вот эту вот идиллию прекрасную. Столько всего могло произойти сейчас. Мы могли бы съесть так много конфет. Ладно, не дала нам этого не сделать. Ладно. Давайте стихи читать. Усюшечка, поможешь Юре с посудой? Да, да, конечно. Хорошо, спасибо. От волшебства момента не осталось и следа. Я... Я позабочусь о чашках. Да. Юрия подняла чашки с пола. Я убрал кулек с конфетами. Мы торопливо прибрались, не обменявшись ни слова. Я чувствовал, что никому из нас не хватит мужества заговорить о случившемся. Окей, кому мне в первую очередь показать свои стихотворения? Давайте тогда начнем с Моники. И снова здравствуй, Пусюшечка. Как творческие успехи? Нормально, я думаю. Меня это устраивает. Устраивает все, кроме плохо. Я рада, что ты стараешься. Возможно, скоро ты сочнишь шедевр. Ахаха, и я бы на это не рассчитывал. Никогда не знаешь наперед. Хочешь поделиться своим сегодняшним творением? Конечно, вот. Я протянул свое стихотворение Монике. Хорошо. Очень хорошо. Чувствуется, что ты не только совершенствуешь свой стиль, образность гораздо лучше, чем в предыдущем. Позволь полюбопытствовать. Ты вдохновлялся творчеством Юрия? Думаю, что так. Мы прям попали точно в цель! Юрия оцелит наш стих. Она увидит себя в нем. Я уверен. Ты же не станешь отрицать, что она талантлива? Ни в коем случае. Мне кажется, ее стихи самые романтичные. Это будет наилучшим описанием. Взяв ручку, она будто становится другим человеком. Я тоже это заметил. А когда она говорит о литературе, внутри нее словно свет загорается. К сожалению, нет. Не так просто вызвать ее на откровенный разговор. Я пыталась, можешь мне поверить. Кто знает, что творится у нее в голове. Надеюсь, ты не подразумевала ничего плохого. Нет, конечно же. Я просто хотела бы, чтобы она меньше держала все в себе. Но все же вот так ее защищать... Ты, наверное, влюбился. Ты все не так поняла. Успокойся, я пошутила. Кроме того, я уверен, что у нее есть парень. Погоди, серьезно? Да, по крайней мере, вымышленный. Фух, последнюю часть Моника прошептала мне на ухо. Это только догадка, но... Ну, в этом нет ничего плохого. Я это хорошо знаю. Я просто так сказала. Ну да ладно. Хочешь теперь прочитать мое? Мне понравилось то, что у тебя вышло. Надеюсь, тебе это тоже понравится. Ладно, давай посмотрим. Постараюсь максимально выразительно, как смогу, ребят. Спаси меня. Цвета, они не останавливаются. Яркие, прекрасные цвета. Что-то вообще говно получается у меня. Выглядите, еще раз. Спаси меня, цвета, они не останавливаются. Яркие, прекрасные цвета. Спаси меня, это название. Нет, что я, блин, читаю его вот вместе со стихом. Окей. Цвета, они не останавливаются. Яркие, прекрасные цвета. Мерцают, взрываются, пронзают. Красный, зеленый, синий. Бесконечная какафония бессмысленного шума. Нет, 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 я как бы не старался, не получается мне прочитать нормальный стих. Шум, он не прекращается. Безумные, грохочущие волны. Пищат, визжат, пронзают. Синус, косинус, тангенс. Как играть с пластинкой на диджее в вертушке. Как проигрывать винил на холодной пицце. Бесконечный стих бессмыслицы. Бессмыслицы, да, чтобы бессмыслицы с пиццей срифмовать. Я ничего не понял. Моника, я ничего не понял. Хм, это даже более абстрактное, чем предыдущее. Ха-ха-ха, думаю, у меня просто такой стиль. Извини, если тебе не нравится. Нет, я этого не говорил. Просто, наверное, прежде чем я ничего не... Я ничего подобного... Я ничего подобного не видел и не читал раньше, прости. Что ж за запинание такое у меня? От таких стихов. Мне нравится играть с местом на бумаге. В зависимости от того, где и как ты расположишь слова, настроение стихотворения может полностью измениться. Это почти как магия. То, что я пишу, такие короткие строки, создают впечатление, будто они пытаются перекричать шум. Ясно. Ну, вообще, да, в этом есть что-то интересное. То, как ты можешь просто перетасовать одни и те же слова, и насколько изменится посыл, чувство, мысль. Все изменится. Это, да, это правда магия. Хотя, мне по-прежнему трудно понять, о чем стихотворение. Порой не стоит спрашивать, о чем стихотворение. Стихотворение может быть столь же абстрактным, как физическое выражение чувств. Или разговор с читателем. Короче говоря, не каждое стихотворение о чем-то рассказывает. В любом случае, вот тебе писательский совет дня от Моники. Иногда ты оказываешься перед трудным выбором. В таких случаях не забывай сохранять игру. Я прям часто сделаю спасибо тебе, Моника. Никогда не знаешь, когда ты можешь передумать. Или когда может случиться что-то неожиданное. Стоп, этот совет вообще применим к поэзии? Что я такое говорю? Ха-ха, ха-ха. Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Интересно, интересно. Игра выходит за рамки, доломает четвертую стенку. Да? Окей, посмотрим, что будет дальше. Оставим Юрия напоследок. Давайте на Цуки возьмем. Хоп. Что ж, не хуже твоего последнего. Но я не скажу, что и сильно лучше. Фью. А что за фью? Просто раз уж раз хуже не стало, я расцениваю это как... А, фью. Как победу. И у меня сложилось впечатление, что ты здесь самая придирчивая. Эй, с чего это? Стоп, может это был комплимент? Ах, рада видеть, что кто-то признает мой опыт. Что ж, продолжай практиковаться и, возможно, однажды я сочту тебя равным себе. Это... Что-то мне подсказывало, что Нацуки совершенно ничего не поняла. Если подумать, она довольно сильно напоминает вчерашнее стихотворение Сайори. Эм, ты так думаешь? Да, ну, раз вы с ней так долго дружите, ты вполне можешь быть с ней на одной волне. Но ты никогда не ассоциировался у меня с ее типом. Оказывается, у Сайори есть какой-то свой тип? Да не знаю я, но серьезно, как может она, такая, эм, легкомысленная, проводить столько времени с человеком вроде тебя? Это как если бы она взваливала ярмо себе на шею. Ух, это было немного чересчур. Но взгляни на это с другой стороны. Не будь меня рядом, она, вероятно, просто улетела бы, как упущенный воздушный шарик. Можно сказать, мы по-своему заботимся друг о друге. В любом случае, я этого не понимаю. Ах да, кажется, я должна показать тебе свое стихотворение. Вот. Эмми любит пауков. Называется она. Вот что я слышала об Эмми. Она любит пауков. Мерзких, гадких, волосатых. Не стану с ней водиться из-за ее дружков. У Эмми милый певчий голос. Мою любимую она песню поет. Каждый раз, когда хор я слышу, мое сердце в ритм бьет. Но она любит пауков. Не подружусь я с ней хоть за сотню пирогов. Однажды я ногу больно ушибла. Эмми мне помогла до лазарета дойти. Прикасаться к ней мне было противно. Она грязна, раз ей по нраву пауки. Так что дружить мне с ней будет стыдно. Слушайте, мне нравится ее стиль. И правда это очень смешно. Это знаете, это так и по-детски, и в то же время оригинально. Очень оригинально. У Эмми много друзей. Она всегда в центре внимания. О пауках она заводит много речей. А вдруг пауков полюбит и ее компания. Никогда не быть нам подругами с ней. Какая разница, что у нее еще другие увлечения. Какая разница, что она не говорит о них. Какая разница, что они все безобидны. Этому не может быть прощения. Отвратительным тварям нет оправданий никаких. Миру будет лучше без пауколюбов. Это очевидно. И я собираюсь всем глаза раскрыть. Слушай, ну суки, ты крутая. Вот в плане стихов ты очень крутая. Неплохо, да? Сегодня несколько длиннее, чем вчера. Вчера было совсем короткое. Я просто разогревалась. Ты же не подумал, что это лучшее, на что я способна? Нет, конечно нет. Как бы то ни было, идея этого стихотворения довольно понятна. Сомневаюсь, что мне имеет смысл ее разжевывать. Иногда ты можешь объяснить сложные вещи с помощью простых аналогий. И это помогает людям осознать, насколько глупо они себя порой ведут. Ведь каждому понятно, что суть этого стиха идиотские предубеждения. Ты знаешь таких людей? Разумеется. Это стихотворение о том, как все осуждают чтение мной. Это не важно. Оно может быть о чем угодно. Я написал его, чтобы было проще провести аналоги с... У каждого есть странный хобби. Или тайные увлечения. Что-то, что тебе хотелось бы скрыть от посторонних глаз, чтобы люди не стали над тобой насмехаться или думать о тебе хуже. Но ведь именно это и делает таких людей идиотами. Кому какое дело до того, кому что нравится, если это никому не вредит и приносит человеку радость. Думаю, люди действительно должны научиться уважать друг друга за странные пристрастия. Все-таки тут ты абсолютно права. По крайней мере, я с тобой согласен. Уверен, что и множество других людей тоже. Как ни крути, это то, что у меня получается лучше всего. Мне не нравится писать, если стих не несет соответствующего послания. То есть передавать эмоции, конечно, важно. Но я хочу, чтобы люди думали, а не только чувствовали. Не забывай. Я к завтрашнему дню напишу отличный стих, поэтому ждись нетерпения. Окей, Сайори. Так. О, мне нравится, Пусюшечка. Стих пронизан светлыми чувствами. Я рад. Это значит, что он лучше вчерашнего? Дай подумать. Не знаю. Думаю, мне понравились оба. Это не особо помогает, знаешь ли. Ну, у меня не такой уровень, чтобы определять, хороши стихи или нет. Но именно поэтому я полагаюсь на свое сердце. Если стих трогает мои чувства, значит он хороший. Не уверен, что все устроено именно так. Тем не менее, полагаю, передача чувств – весьма важная часть поэзии. Да, может быть. Если честно, я даже не до конца понимаю, какие стихи тебе нравятся. Ага, я тоже. Почему бы тебе хотя бы не попытаться поразмыслить над этим? О, ты хочешь что-то для меня написать? Это так мило. Ну да. Но ты всегда думаешь о других. Время от времени тебе нужно подумать о себе. Иначе рано или поздно ты поранишься. Ага. Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду, но приму к сведению. В общем, не важно. Ладно, давай подумаем. Хм, наверное, мне нравятся счастливые стихи. Постой, иногда мне нравятся и грустные. Иногда по чуть-чуть и того, и другого. Для этого ведь существует слово, так? Какое слово я пытаюсь подобрать? Горьковато-сладкие. Да, мне нравятся и счастливые, и грустные вещи. Счастливые и грустные? Мне трудно представить, что тебе нравится что-то грустное, Сайори. Ну, в основном мне нравятся счастливые. Но иногда, когда в главе «Серые тучи», «Серые тучи», грустное стихотворение помогает их обнять. И принести счастливую радугу. Сайори, это неожиданно поэтично. Правда? Возможно, я научилась лучше выражать свои чувства. Спасибо, Пусюшечка. Надо бы это записать. Ты ведь можешь прочитать сейчас мое стихотворение? Yes, of course. Ох, какое огромное. Это ведь у нее были, да, депрессивные стихи? Ладно, посмотрим. Бутылочки, называется. Я снимаю свой скальп, как крышку с коробки печенья. Там всех моих снов тайное место хранения. Они как шарики света в корзинке котята. Забавные кексы. Рукой я внутрь залезла поглубже. Сковырнула один. На ощупь он теплый и колючий немного. Но нельзя время тратить. В бутылку на сохранность его сразу же надо доставить. А бутылку я ставлю на полку, где все остальные стоят. Счастливые мысли, счастливые мысли, счастливые мысли в бутылочках в ряд. Моя коллекция позволяет много друзей заводить. Каждая бутылочка может любую проблему решить. Бывает так, что мой друг неважно чувствует себя. Бутылочка спускается вниз на помощь, приходя. Ночь за ночью еще больше снов. Друг за другом еще больше бутылков. Бутыльков? Все ниже и ниже мои пальцы опускаются. Будто в боре темном сквозь чащу пробираются. Роют и скребут, пока шарик не найдут. Я сдуваю пыль с бутылочных крышек. Не выглядит так, что срок годности вышел. Моей пустой полке нужно еще. Мои друзья глядят через двери окно. Наконец все готово. Открываю, впускаю друзей. Заходят они торопливо. Катят мои бутылочки скорей. Скорей? Одну за другой лихорадочно достаю я их с полки. Раздаю всем друзьям, никого не обделив. Каждую бутылку, всю полку опустошив. Но каждый раз из рук их выпуская, А кафель под ногами стукались они. Счастливые мысли, счастливые мысли, счастливые мысли Разлетались на осколки во все уголки. Вот это интересно. Для моих неулыбчивых друзей они предназначались. Те все кричат, просят что-то, отчаясь. Но все, что я слышу, эхо, эхо, эхо в своей голове. Это очень интересно звучит. Ни хрена себе! Сайори, это действительно ты написала? Само собой. Разве я тебе вчера не говорила, что напишу лучшие стихотворения в истории? Да, но. Но я не ожидал такого от тебя. Моника многому меня научила. И я в последнее время прекрасно понимаю свои чувства. Это заметно. Даже немного пугает. Пугает? Ну, не совсем. Наверное, я просто слишком привык к тому, насколько ты веселая. В общем, не важно. Я придаю этому слишком много значения. Суть в том, что стих получился отличным. Тебе есть чем гордиться. А, спасибо. У меня было ощущение... У меня было ощущение, что я должна выразить тебя таким образом. Это даже помогло мне немного лучше понять свои чувства. Поэзия, она как магия. А ты весьма этим увлечена. Надеюсь, ты не остановишься. Писать это классно. Я буду писать, пока не умру. А, не беги. Впереди паровоза. У Сайори всегда была привычка погружаться во что-то с головой. Но бросать уже через неделю? Интересно, будет ли так и на этот раз? Но страсть в ее глазах не позволяет мне быть настолько пессимистичным. Окей, Юри. Посмотрим, что ты приготовила к сегодняшнему дню. Юрия с удивлением уставилась на стихотворение. Тебе нравится? Пусюшечка. Это даже лучше вчерашнего. Как ты столь быстро по дня поднялся до такого уровня? Я ведь только вчера рассказал тебе о поэтических приемах, которые стоит отточить. Может, именно поэтому? Ты очень хорошо все объяснила. Я и правда захотел попытаться написать более образно. Юрия сглотнула. У нее, кажется, даже руки вспотели. Я не привыкла к такому. Не привыкла к чему? Я не знаю. Все в порядке, я не тороплю. Юрия глубоко вдохнула и собралась с мыслями. Я уже понял, что Юрия обдумывает каждую свою фразу перед тем, как сказать. Так что мне нужно было проявить терпение. Я имела в виду к тому, что тебя настолько ценят, наверное. Возможно, это прозвучит очень глупо. Но когда я вижу, что кто-то настолько впечатлен моим творчеством, что повторяет мой стиль, это переполняет меня. Она засекла это. У нас получилось хорошо. Я хорошо понял психологию этих девушек. И прям четко, прям бам-бам-бам, каждым словом прямо в Юрию. Точно в цель, в яблочко. Это переполняет меня счастьем. Ты хочешь сказать, что ни с кем раньше не делилась своим творчеством? Юрия кивнула. Правда? В это трудно поверить. Я действительно пишу только для себя. И потом. Обычно люди просто смеются надо мной. Ты правда так считаешь? Юрия снова кивнула. Даже близкие друзья? Юрия ответила молчанием. Интересно, почему? Ладно. Поделишься своим сегодняшним стихотворением? Да. Если с тобой, то с удовольствием. Енот? Это енот? Слово. Это кажется енот. История эта случилась поздно ночью, когда бутербродами перекусить не захотелось очень. Мое внимание привлек один енот. Он за окном шнырял проворный словный кот. Как помню сейчас, свои странные наклонности я тогда заметила в первый раз. Кусочком хлеба я с енотом поделилась. Подсознание мое с последствиями смирилось. Осознало оно, что набив живот, еще не раз ко мне придет енот. Пленяющая ножа красота первым симптомом была. Хлеба куски моего любопытства тиски. Зверек соблазнный сток. По мере того, как росла луна, все больше света отражалось от лезвия ножа. Того же света, что мерцал в моего пушистого друга глазах. Я режу хлеб, свежий мягок он. Полосатый зверек все сильнее возбужден. Или, возможно, то мои эмоции беспокойные спроецированы на енота довольного. Енот стал упрям, за мной теперь следует по пятам. Или, как еще можно сказать, мы в компании друг друга привыкли пребывать. Аппетит зверька растет день ото дня. Мой хлеб выручает во все времена. Каждый раз, как ножик разрезает хлеба, енот в возбуждении скачет туда-сюда. Кровь приливает классический рефлекс. Павлова в силу вступает. Режу хлеб не спеша, рассыт енот довольно я. Окей, это тоже очень необычная, блин, очень необычные стихи. Я такого еще никак в жизни не читал. Ну, серьезно. И в этот раз я была немного смелее, чем вчера. Это заметно. В этом стихотворении гораздо больше символизма. Не знаю, может, это я недалекий, но даже представить не могу, о чем оно. Все в порядке. Оно немного ближе к стилю, в котором я предпочитаю писать. Стихотворение это холст, на котором можно выразить любые образы и передать эмоции. Ну да, если пытаться опонять его буквально, то я даже не представляю, что это все может значить. Я думаю, это то, к чему разные люди могут относиться по-разному. Мне хотелось выразить чувства, которые я испытываю, передаваясь своим не совсем обычным увлечением. Обычно мне приходится держать это при себе, поэтому иногда мне нравится это о них писать. Хм, забавно. Разве Нацуки не писала тоже о чем-то подобном? О человеке, высмеянном за странные увлечения. Э? Она такое писала? Да. Она говорила, что не важно, что тебе нравится, пока это не вредит другим. Она права. А, то есть, она действительно так считает? Угу. Похоже, у вас есть... у вас это общее. Это весьма интересно. Мне она казалась человеком, который только высмеял бы мои увлечения. Полагаю, моя способность разбираться в людях дала сбой. Пожалуйста, не говори ей о том, что я сказала. Ха-ха, не беспокойся, мне это незачем. Хорошо. Ладно, спасибо, что рассказал мне об этом. В конце концов, не научись я уживаться со своими странностями, то, наверное, возненавидела бы себя. Возможно, я слишком много болтаю. Но я рада, что ты хороший слушатель. Ты такой способный. Пишешь, слушаешь. Людей, похожих на тебя, не так уж и много, пусюшечка. Имя у меня необычное. Ты... ты несколько преувеличиваешь. Я просто так чувствую. Я никогда не думала, что мне будет настолько приятно поделиться тем, что я пишу. Но сейчас я уже с нетерпением жду этих моментов. Это действительно очень приятное чувство. Из-за этого я тебе очень благодарна. Я... ничего и не сделал. Юрия искренне мне улыбнулась. На мгновение мне показалось, что ее застенчивость уветучилась. Улетучилась. Итак, друзья. Все закончили с чтением стихов. Я хотел со всеми вами поговорить кое о чем. Не могли бы вы собраться передо мной? Это насчет фестиваля? Ну, вроде того. Уф. Нам и правда нужно в нем участвовать. Я сомневаюсь, что всего за несколько дней мы сможем подготовить что-нибудь интересное. Вместо привлечения новых членов мы, скорее всего, просто опозоримся. Меня это тоже беспокоит. Приготовление в последнюю минуту не мой конек. А, зато мой конек. У меня всегда получается так, что я в последнюю минуту готовлю все. Всю жизнь так. Не знаю, как от этого избавиться. Но так мой мозг лучше работает почему-то. Хотя и тело потом офигевает. Да не волнуйтесь вы так. Мы сделаем все по-простому. Идет? Нам понадобится только несколько небольших декораций. Сайори рисовала плакаты. А я сделала дизайн листовок, которые мы будем раздавать во время фестиваля. Хорошо, это все замечательно, но... Я так и не поняла, что именно мы организуем для фестиваля. Ой, прости, я была уверена, что ты уже слышала. Мы организуем выступление. Выступление? В... Моника! Да, мы будем выступать со своими стихами. Каждый из нас выберет стихотворение, которое будет читать на фестивале. Но изюминка в том, что мы позволим прочесть стихотворение любому желающему. Сайори как раз пишет информационные плакаты, чтобы у всех было время подготовиться. Эхе-хе! Сайори подняла плакат, который раскрашивала в данный момент, чтобы нам было видно. Моника, ты издеваешься? Я надеюсь, вы ведь еще не начали их расклеивать. А, ну вообще-то начали. Думаешь, это плохая идея? Ну не то чтобы... Идея неплохая, но я на это не подписывалась, знаешь ли. Я ни за что не стану выступать перед кучей народа. Я согласна с Нацуки. Я бы никогда в жизни не смогла сделать такое. Представив себе это, Юрия яростно замотала головой. Девчата! Оставься, Юрия. Я понимаю их реакцию. Не забывай, что кроме этих двух дней Юрия с Нацуки никогда ни с кем не делились своими стихами. Я прошу слишком многого. Ведь им придется читать свои стихи вслух перед большой аудиторией. Я почему-то упустил этот момент. Простите меня. Однако, я все еще считаю, что мы обязаны выложиться на полную. На нас лежит ответственность за судьбу литературного клуба. Если мы возьмем инициативу и хорошо выступим, то и других вдохновим на чтение стихов. А чем больше людей будет выступать, тем лучше у нас получится донести до них, насколько захватывающим может быть литература. Да. Ведь она раскрывает ваши чувства. Это словно заглянуть глубоко внутрь себя. И не только чувства раскрывает, ребят. Но она также словно снимает ошейник с вашей фантазии. Словно открывает дверцу клетки с ваших мыслей. И они просто устремляются в огромное пространство космическое. Откуда хватает все-все-все. И выдают настолько сумасшедшие крутые штуки, что чем больше вы читаете, ребят, тем больше, больше... Надо сказать, не больше, а просторный космос вокруг вас. Это правда. Какая умная игра, на самом деле. Очень вдохновляет, если честно. Я сейчас читаю эти стихи, они действительно прикольные. По-своему. Необычный стиль изложения. Интересные слова. Особенно нацуки. Очень прикольный стих про девушку, которая любит пауков. Это словно заглянуть глубоко внутрь себя. Открыть новые горизонты. И повеселиться. Да, именно. Ведь как раз по этой причине мы и собирались в этом клубе. Разве не хотели бы вы поделиться этим с другими? Вдохновить их на поиск тех же чувств, что привели сюда вас? Я знаю, что да. Я знаю, что мы все хотели бы этого. И если все, что для этого требуется, это простоять перед комнатной аудиторией пару минут и прочесть стих, я не сомневаюсь, что у вас получится. Молчание. Нацуки и Юри молчали. Сайори выглядела взволнованной. Похоже, у меня не остается выбора. Я согласен. И я не думаю, что ты просишь слишком многого. Как по мне, Сайори с Моникой очень стараются привлечь в клуб новых членов. Небольшое выступление и меньше, что мы можем для них сделать. Ну, может и так, но... Кажется, у Нацуки не осталось аргументов. Хорошо, ладно. Наверное, мне просто надо пройти через это. Отлично! Фух. Спасибо, Нацуки. А ты, Юри? Юри удрученно обвела взглядом замерзшие в ожидании лица. Замерзшие. Ох. Полагаю, у меня особо нет выбора. Ах-ха-ха. Значит, выступаем все. Юри, ты лучшая. Этот клуб когда-нибудь точно станет моей могилой. Боже. У тебя все отлично получится, Юри. Итак. Перейдем к главному. Я хочу, чтобы вы все выбрали по стихотворению. Мы будем тренироваться читать их друг перед другом. Ни за что! Моника. Это слишком внезапно. Если ты не можешь прочесть стих перед друзьями, как ты собираешься читать его перед незнакомыми людьми. О, нет. Не волнуйся. Я буду первой, чтобы вы чувствовали себя комфортнее. Может, я буду следующей? Ах-ха-ха. Ну, конечно. Так, посмотрим. Моника пролистала тетрадь до стиха, которую приготовила для выступления. Затем она встала за кафедру. Стихотворение называется «Как мы летаем». Моника начала читать. Класс напомнился ее чистым, уверенным голосом. Более того, ее интонация безупречна. Она знает, как точно передать эмоцию каждого читаемого предложения. В ее словах ощущается жизнь. У нее уже большой опыт таких выступлений. Или это природный талант? Я поглядел вокруг себя. Все неотрывно смотрели на Монику. Сайори выглядела зачарованной. У Юри было напряженное выражение лица, которое я никак не мог понять. Наконец, Моника закончила чтение. Мы вчетвером зааплодировали. Моника перевела отдыхание и улыбнулась. Ты так здорово выступила, Моника. Большое спасибо. Я просто очень хотела подать хороший пример. Ты готова продолжить, Сайори? Я пойду следующий. О! Юрия вдруг загорелась. Юрия зажала в руках листок бумаги и поднялась. Опустив голову, она торопливым шагом прошла за кафедру. Стихотворение называется... Юрия встревожно на нас посмотрела. Ты сможешь, Юрия! Она называется... После образ багрового глаза. Голос Юрия дрожит, когда она начинает читать. А ведь буквально только что она наотрез отказывалась это делать. С чего вдруг она решила пересилить себя? Когда Юрия прочла первую пару строк, ее голос изменился. Это почти то же самое, как когда Юрия поглощает книги. Дрожащие слова превращаются в отточенные слоги энергичной и смелой девушки. Ее стих изобилует внезапными сменами тритма и рифмы, которые она великолепно подчеркивает интонации. Мы наблюдаем проблеск бушующего пламени, что сидит скрытый от всех в голове Юрия. Внезапно стихотворение закончилось. Мы все остолбенели. Юрия вернулась в реальность. Она в недоумении огляделась вокруг. Словно очнулась от наваждения. Я... Пришел мой черед спасать ситуацию. Я первым захлопал в ладоши. Все тут же поддержали меня, и мы выразили Юрию ее справедливо заслуженное признание. Что ж, ребят, я думаю, здесь надо закончить. Все интереснее и интереснее становится игра. И даже вот пофигу на все моменты, которые страшные, мы до сих пор еще не увидели. Я прям вот, не знаю, я вот проникся уже этими девушками. И всем, что окружает эту маленькую вселенную этой игры. Просто, не знаю, мне понравились стихи, мне понравилось, как это все выглядит, мне понравился посыл некоторых. Высказывания девушек относительно чтения. Это действительно хорошие, правильные советы для молодых людей, девушек, чтобы те не откидывали в сторону возможности иногда что-то почитать. Это прикольно, это очень полезно на самом деле. Ну а мы закончим, ребят, огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте. Мы продолжим очень скоро играть в эту игру. Надеюсь, очень скоро мы ее закончим. А может быть и не скоро. Главное, чтобы это было круто. В общем, с вами был Юджин. Люблю вас всех. Вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Ссылки будут в описании под видео. Также на мой Инстаграм. Подписывайтесь тоже, будет в описании под видео. И в описании будет очень много ссылок на плейлисты с кучей прохождений, которые я проходил. Разные игры, разные жанры. Зацените, ребят. С вами был Юджин. И пятюльный опоследок. Вы готовы? Раз, два, три и пять.